МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как считают ученые, человеческое сердце обладает высокой надежностью и большим запасом прочности, которого человеку вполне хватило бы на жизнь в течение 150 лет. Но, несмотря на такие оптимистические заявления, средняя продолжительность жизни пока не затягивает даже до 90, а среди причин ранней смертности, да и смертности вообще, болезни сердечно-сосудистой системы занимают лидирующее место. Так почему же наше сердце не вырабатывает заложенный природой ресурс? Здравствуйте! Основную тему сегодняшнего диалога о здоровье я уже обозначил, но говорить сегодня мы будем не только об этом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Простые вопросы о здоровье. Вот такой вопрос у вас. Возрастное у меня. И ответы на них. Ну, прежде всего, вам надо обратиться к врачу. Лишний вес, алкоголь и курение, знать врага в лицо, бороться и побеждать. Это достаточно серьезная проблема. Томас Эдисон, известный американский изобретатель, говорил в свое время, при помощи физических упражнений и воздержанности большая часть людей вообще может обойтись без медицины. Весьма вероятно, что он поступал соответственно своему принципу и поэтому прожил 84 года. Большинство же современных людей трепетно относятся к своему здоровью и предпочитают консультироваться и лечиться у врачей. Что в рамках медицинской темы интересует жителей нашего города, об этом традиционно в начале программы. Я бы хотела спросить у медиков, как они относятся к фитотерапии. Вот на улице уже гололед, допустим, человек поскользнулся и упал. Какую помощь нужно оказывать? Насколько важно обследование до планируемой беременности? Пока ведущие специалисты пытаются найти ответы на эти непростые вопросы, я хочу вам представить гостью сегодняшней программы. Итак, знакомьтесь. Ирина Васильевна Забиран, главный внештатный кардиолог города Гомеля. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ирина Васильевна, ну ни для кого не является секретом то, что заболевание сердечно-сосудистой системы во всем мире является ведущей причиной смертности. А расскажите, как обстоят дела с сердечным здоровьем у наших соотечественников и, собственно, у жителей города Гомеля? Это достаточно серьезная проблема. В городе Гомеле, в Гомельском районе, каждый год регистрируется 15 тысяч первичных заболеваний болезни системы кровообращения. Кроме того, на сегодня каждый пятый взрослый человек нашего региона имеет какое-либо заболевание сердечно-сосудистой системы. Печальнее также тот факт, что у нас почти 60% удельного веса болезни системы кровообращения составляют в общей структуре смертности нашего населения. Конечно, это очень важная проблема. О том, как борются с проблемами сердечно-сосудистой системы в нашей стране, мы узнаем несколько позже. А сейчас я предлагаю посмотреть сюжет о том, как эта проблема решается в некоторых других странах мира. Сегодня в мире около 9 миллионов человек страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Печальное первенство занимают инсульты, которые каждый год уносят более 4,5 миллионов жизней. Между тем, около 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если контролировать основные причины риска развития этих болезней, среди которых ожирение и курение занимают лидирующие позиции. Итак, начнем с проблемы лишнего веса. Ожирение – одна из главных причин преждевременных смертей в Объединенных Арабских Эмиратах. Ведь почти 70% жителей страны имеют избыточный вес. Каждому, кому удастся сбросить хотя бы килограмм лишнего веса, выдают грамм золота. Это примерно 42 доллара в денежном эквиваленте. В США, где ожирением страдают 60% населения, тоже решили, что деньги – самый весомый аргумент в борьбе за здоровье нации. Например, в штате Алабама людям, которые покупают абонементы в фитнес-центры и тратят на спорт не менее 7,5% своих доходов, обещают существенно снизить налоговые выплаты. А вот в Японии проблема еще не достигла серьезных масштабов. Но бороться с ней начали. Как говорится, еще на берегу. Уже вступил в силу закон, согласно которому, талия жителей Японии не должна превышать. У мужчин 85, а у женщин 90 сантиметров. Тем, кто превысил норму, приходится выплачивать штрафы. Несколько слов о борьбе с курением. В гималайском королевстве Бутан табак объявлен вне закона. За продажу сигарет введен штраф в размере 225 долларов. Это особенно впечатляет, если знать, что средняя зарплата в стране составляет около 16 долларов. Общенациональная компания в Швеции, которая получила название «некурящее поколение», затронула всех, кто родился после 1975 года. Если шведский студент учится в норвежском Осло или датском Копенгагене и хочет получить стипендию, он должен бросить курить. Так распорядился фонд, который эти стипендии и распределяет. В Германии в закон о медицинском страховании внесена существенная поправка. Взнос некурящего на 40% меньше. Логика простая, экономически беспроигрышная. В итоге такой пациент для медицины обходится дешевле. А еще в Германии выделяется время на перекуры. Но при этом время тех, кто добровольно отказался от курения, суммируется и прибавляется к отпуску. Как говорится, комментарии излишни. Ирина Васильевна, ну понятно, что кроме образа жизни, который, в общем, играет очень большую роль в формировании болезней сердечно-сосудистой системы, есть и другие факторы, которые приводят к формированию этих заболеваний. Расскажите о них, пожалуйста, подробнее. Ну, если говорить о факторах риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, наверное, стоит выделить две группы основные. Это модифицированные факторы риска, те, которые мы можем воздействовать, и не модифицированные, на которые воздействовать мы с вами не можем. К модифицированным факторам риска относятся всего три. Это пол, возраст и наследственность. Как вы понимаете, что у нас наиболее подвержены заболевания сердечно-сосудистой системы мужчины. В плане пола, в плане возраста риск резко возрастает у людей с выходом, скажем так, на пенсию. Это у женщин старше 55, у мужчин старше 60 лет. Ну и что касается наследственности, это всем известно, что если один или несколько, двое родителей болеют какими-либо заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности, например, гипертонии. Если родители болеют гипертонией, то риск развития у детей гипертонии в четыре раза выше, чем у тех, у кого в этом отношении благоприятная наследственность. Поэтому это то, на что мы с вами воздействовать как бы не можем. Ну и есть, конечно же, модифицированные факторы риска. Вот вы уже назвали ожирение, курение. К этим же факторам риска относится артериальная гипертензия, то есть повышенное давление выше 140 на 90. Сюда же относится гиперхолестериномия, высокий уровень холестерина в крови. Помимо ожирения, отдельно сейчас выделяют фактором риска гиподинамию, то есть недостаточная двигательная активность, даже при нормальном весе. Здесь же мы можем говорить о стрессогенных ситуациях, о особенностях, скажем так, типа личностей, то есть восприятие человека дополнительно фактором риска. Ну и злоупотребление, конечно, алкоголем. Сюда тоже мы неправильное питание относим. Ну, знаете, иногда можно услышать такое расхожее мнение о том, что небольшие дозы алкоголя прям очень помогают профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Так ли это или это какой-то миф? Значит, ну на эту тему спорят до сих пор. Поэтому что грань между полезным алкоголем и вредным очень скользкая. Вообще считается, что 30 мл в перерасчете на чистый этиловый спирт для мужчины, 20 мл для женщин, это, в общем-то, доза является, скажем, такая пограничная, которая не вызывает каких-либо там последствий. Но у каждого своя, кому-то, возможно, и 10 мл будет достаточно. Вообще алкоголь, мое личное отношение, конечно, это при особой присутствии культуры питания, то есть культуры пития, наверное, это все же вред. И лучше не пытаться установить свою индивидуальную дозу каждодневного приема. Среди болезней системы кровообращения, которые могут привести к ранней смерти, можно выделить инфаркт, инсульт и тромбоэмболию. Можно ли рассказать поподробнее об этих заболеваниях, чем они опасны, и как, самое главное, у себя на первом этапе заподозрить признаки этих заболеваний? Ну, инфаркт, инсульт, тромбоэмболия – это уже катастрофы, сосудистые катастрофы, которые происходят на фоне течения хронических заболеваний, как правило. Чаще всего бывают предвестники. То есть люди зачастую не обращают внимания на появление загрудинных болей, на какое-то чувство нехватки воздуха, отдышку, которая возникает при физической нагрузке, при психоэмоциональных перегрузках. Как правило, это бывает за неделю, а иногда за 2-3, даже до развития катастрофы. Это предвестники инфаркта миокарда, да, и инсульт тоже может проявляться предвестниками. Это иглоукружение, какие-то приходящие онемения лица, конечностей, это головные боли, где-то нарушение речи, движения за непродолжительный период времени, внезапно возникшие. Конечно же, раз сами по себе развивающая катастрофа недостаточно типична. Это загрудинная острая боль при инфаркте миокарда, которая длится более 20 минут, и невозможно ее оккупировать приемом нидроглицерина. Это уже повод для того, чтобы срочно вызывать скорую помощь, а не ждать, пока она пройдет. То же самое для инсульта. Если приходящее головокружение, появление нарушения зрения, речи, онемение руки, ноги, то есть это тоже повод обратиться сразу же за скорой помощью, то есть за помощью к специалистам. Чаще все же острые катастрофы сосудистые возникают на фоне резкого внезапного повышения давления, то есть то, что мы называем гипертоническим кризом, который ведет к нарушению мозгового, коронарного и почечного кровотока. Вот отсюда и возникает инфаркт, инсульт или почечная недостаточность. Конечно, очень важно на этих моментах именно помочь в данной ситуации снизить артериальное давление. Бывают такие ситуации, когда счет идет буквально на минуты и секунды. Что делать во время таких катастроф до прибытия, естественно, врача? Потому что я так понимаю, что врача нужно вызвать самым первым. Абсолютно верно. Сразу же после вызова скорой помощи нам необходимо пациента нашего уложить, то есть больного человека уложить, создать ему комфортные условия, исключить физическую, психоэмоциональную нагрузку. В частности, стоит подложить под плечи, под лопатки подушки, так, чтобы головной конец, то есть голова была где-то на уровне 30 градусов от кровати, то есть немножко приподнять. Освободить от сдавливающих частей, там, рубашки, галстука, доступ тоже обеспечить. Если это гипертонический криз, конечно же, как правило, пациенты все знают, какие препараты они принимают. То есть дать для него привычные препараты от давления, ну и, в общем-то, дожидаться приезда врачей. А что делать при начинающемся инфаркте миокарда? Вот когда резкая, это самая загрудинная боль. Здесь самое главное – во время вызвать скорую помощь. То есть не дожидаться, пока оно само пройдет. Первое – сама помощь, единственное, в чем будет заключаться у нас на дому – это прием нитроглицерина. Это не валидол, не капельки, скажем, там, корвалола, валокардин, еще что-то. Как правило, эти препараты при инфаркте миокарда оказываются бесполезны. Они могут быть использованы вторично, то есть в дополнение. Но первое, что человек должен принять – это нитроглицерин. Если не помогает через 5 минут таблеточку, повторяем мы, не проходит болище. Мы можем бояться нитроглицерина в данной ситуации, не надо. То есть можно неоднократно принимать нитроглицерин. И, конечно же, если боль не проходит после 2-3 таблеток принятия нитроглицерина, это повод для вызова скорой помощи, о чем уже, как бы, с вами говорили. Ирина Васильевна, ну вот по сложившемуся стереотипу, человек, который перенес инсульт или инфаркт, сразу же получает ярлык «инвалид». Не будем обсуждать этическую сторону вопроса. Давайте подойдем с медицинской точки зрения. Насколько это правильно? Ну, говорить о том, что человек, перенес инфаркт или инсульт, сразу становится инвалидом, неправильно. Само по себе заболевание еще не является признаком инвалидности или причиной инвалидности. Причиной оно может стать последствием, значит, если это заболевание, скажем, осложнилось какими-либо течениями. То есть, например, при инфаркте миокарда это будет тяжелая сердечная недостаточность или какие-то злокачественные в жизни угрожающие аритмии присоединились. При инсульте это будет стойко нарушение речевой или двигательной функции. Но на сегодня нужно сказать, что если вовремя обращается пациент за помощью, своевременно оказывается медицинская помощь, то современные технологии таковы, что позволяют к минимуму свести данные последствия, данные осложнения вот этих страшных, скажем так, заболеваний. Говорить о том, что инфаркт или инсульт это приговор, на сегодня мы не можем. После выписки всегда даются какие-то рекомендации. Насколько важно соблюдать эти рекомендации? Какие есть ограничения, не знаю, в образе жизни, в поведении, в питании? Ну, как правило, каждому пациенту дается индивидуальная рекомендация лечащего доктора, который его ведет, потому что все мы разные. Все мы в разном регулируем, у нас разные заболевания, сопутствующие, опять же, заболевания. Очень важно выполнять именно то, что рекомендует доктор ваш лечащий после выписки стационара, а далее в поликлинике, которую доктор вас ведет. Ну, общими принципами будут, конечно же, это правильное питание. То есть здесь время дается человеку на то, чтобы переосмыслить, как правило, свой образ жизни, изменить его под наблюдением врачей-специалистов. Это ограничение, вот по питанию, если говорить общими, будет, скажем, рекомендация таковы, что ограничивается потребление животных жиров. Увеличивается число до пяти приемов в день овощей и фруктов. В среднем на один прием это где-то идет 80-100 грамм, то есть 400 грамм фруктов, овощей в сутки человек должен съедать. То есть это практически такая жменья большая. Разделите на целый день. Поэтому как раз ваши... Ну, это 180-100 грамм, то есть это один фрукт, один овощ, то есть не такое большое количество, как кажется сразу. Полезный для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями продукты, которые содержат магний. Магний расширяет сосуды, убирает спазм, нормализует артериальное давление. Он содержится, как правило, в овсяной каше, в горохе, в черносливе. Если есть склонность к отечному синдрому, здесь можно употреблять больше продуктов, которые содержат калий. Это курага, абрикосы, изюм. Что касается ограничения употребления соли, то это общие принципы также для людей, у которых повышенное артериальное давление. Чаще всего стоит вообще не досаливать пищу, которую мы едим. То есть нам достаточно той соли, которая содержится в обычных продуктах питания, то есть без спецдосолки. Это тоже снижает уровень давления. Может быть, есть какие-то ограничения, касающиеся профессии человека после инфаркта, инсульта? Ну, профессия человека, на сегодня, опять же, будем говорить о том, что все индивидуально. В частности, запрет, как правило, к профессиональной деятельности получают люди, которые, профессиональная деятельность которых связана с повышенным риском личностным, то есть для его лично, либо с обслуживанием транспорта общего пользования. Чаще это машинисты, диспетчеры, водители, пилоты. Что касается остальных профессий, то, как правило, дается ограничение до года. В основном людям, которые работают во вредных и неблагоприятных условиях производственных факторов. Освобождаются водители профессиональные у нас однозначно на год от вождения, потому что этот год нужен для того, чтобы посмотреть, как будет течь заболевания, не разовьются ли, скажем так, осложнения. И, соответственно, уже, как правило, это временный перевод, то есть временная потеря такой профессии. Ну, год после инфаркта миокарда и не менее чем полгода после инсульта. Это как бы закономерно уже. То есть это закон. А с каким давлением вообще можно садиться за руль? С нормальным. Нормальным считается давление меньше 140 на 90. То есть с этим давлением безопасно. Я всегда говорю своим пациентам, что если вы не жалеете себя, когда садитесь за руль с высоким давлением, подумайте о том, кого вы везете рядом и кто переходит улицу в данный момент. Ибо в данной ситуации высокое давление – это очень высокий риск нарушения ритма внезапной смерти. Опять же, внезапного подъема давления, криза за рулем, который мы уже говорили, может привести внезапно и к инфаркту, инсульту, поскольку при высоком давлении идет вазоспазм. И последствия самые непредсказуемые. И случись это за рулем, конечно же, пострадает не только тот, кто за рулем, непосредственно водитель, но и пассажиры, и окружающие люди, которые могут находиться в этот момент. Кто знает, не попадет ли кто-то из ваших родственников или еще кто-то. В данной ситуации это печально становится, когда уже по сфактам. До этого оценка достаточно... Ну, поверхностно, я бы сказала, водитель относится к своему давлению, считая, что если он его не ощущает, значит, можно и не лечить, и не обращать внимания. Ирина Васильевна, мы уже рассказали о тех симптомах, наличие которых заставляет людей с сердечными проблемами незамедлительно обращаться к врачу. Давайте посмотрим сюжет о том, какие же современные методы диагностики используются в кардиологии. И снят этот сюжет на примере одной из поликлиник нашего города. Заболевания сердечно-сосудистой системы несут серьезную опасность для здоровья современного человека. И статистика ранней смертности говорит об этом более чем убедительно. Болезни сердца зачастую развиваются очень медленно и могут оставаться незамеченными длительный период времени. Чтобы не допустить последствий, которые потом будет невозможно исправить, надо в первую очередь прислушиваться к себе. Итак, симптомы, на которые надо обращать внимание. Это одышка, повышенная утомляемость, отечность и онемение рук и ног, нарушение сердечного ритма и болевые ощущения в груди. А если что-то из уже перечисленного усугубляется курением, алкоголем и лишним весом, то вы практически гарантированно пациент-врача-кардиолога. Впрочем, это не столько причина для паники, сколько повод для визита к доктору. Тем более, что современный уровень развития диагностических технологий в сфере кардиологии делает такие анализы максимально информативными, да и сами услуги доступны в любом практическом учреждении здравоохранения нашего города. Я как врач ультразвуковой диагностики в первую очередь хочу сказать за гордость нашего филиала. С конца июня 2014 года у нас появился аппарат высокого класса ультразвуковой диагностики фирмы Samsung. На нем мы можем проводить электрокардиографию. То есть в простонародье это УЗИ сердца. Кроме традиционного B-режима мы используем там режим цветного доплеровского картирования, мы используем импульсно-волновой режим, непрерывно-волновой режим. Все это позволяет нам диагностировать и оценивать состояние сердца, оценивать состояние камер сердца, толщину стенок миокарда, оценить характер изменений створок, клапанов, диагностировать острые формы инфаркта миокарда, хронические формы ишемической болезни сердца. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний – это долгий процесс, который зачастую длится всю жизнь, но многое в руках самого пациента. Конечно, не хотелось бы злоупотреблять прописными истинами, но в случае с заболеваниями сердца своевременное изменение образа жизни решает практически все. Ирина Васильевна, тема, которую мы сегодня затронули, она, конечно, очень обширна, и в рамках одной программы о ней рассказать невозможно. Сейчас я хочу попросить вас дать несколько простых рекомендаций нашим зрителям. Тем зрителям, которых сердце пока еще не беспокоит. Лучшими рекомендациями будут показатели здорового сердца, которые рекомендует нам Европейское общество, наши кардиологов. Это так называемая небольшая формула, которая идет как 0-3-5-140-5-3-0. Что это значит? Значит, 0 – это не курим, 3 – это не менее 3 км в день ходим, либо не менее 30-40 минут в день физических упражнений. 5 – это то, что мы уже говорили, не менее 5 порций овощей и фруктов в день. 140 – это давление, которое должно быть ниже 140, и дальше в обратную сторону. Значит, 5 – это холестерин на крови, который должен быть меньше 5. 3 – это так называемый вредный холестерин или липопартоиды низкой плотности. Это фракция, которая должна быть меньше 3. И 0 – это отсутствие избыточного веса или сахарного диабета. Казалось бы, все очень просто. Маленькая формула, которая очень легко запоминается. Если ее придерживаться, то проблем с сердцем не будет. Ну что ж, Ирина Васильевна, наша встреча подходит к концу. И самое время получить ответы на те вопросы, которые интересовали жителей нашего города в самом начале. Тем более, что ответы на эти вопросы мы уже получили. Я бы хотела спросить у медиков, как они относятся к фитотерапии. Несмотря на то, что растения, на первый взгляд, абсолютно безвредны, к фитотерапии, как и к любому приему лекарственных средств, следует относиться очень серьезно. Нельзя назначать травы самостоятельно себе. Выяснить, какие наиболее эффективны, в каких дозах и какие именно травы следует принимать, вы можете, обратившись к специалисту, фитотерапевту. Вот на улице уже гололед. Допустим, человек поскользнулся и упал. Какую помощь нужно оказывать? Не нужно производить никаких резких движений. То есть попытаться резко встать, побежать, что-то взять и дернуть себя за стопу, подумая, что сам себе вправишь, вывих. Очень хорошо, если кто-то из ближайшей квартиры принесет лед. Обезболивание здесь может быть любое. Это может быть таблетка аналгина или же обезболивающий какой-то укол. Оно, конечно, временно снимет боль. Вот это первых три составляющих момента, чтобы человек не страдал. Насколько важно обследование до планируемой беременности? Для каждой женщины на определенном этапе рождение здорового ребенка является самой главной задачей. Поэтому получить какие-то советы и консультации для нее важно от специалистов, которые могут их ей дать. Это в первую очередь, конечно, и гинеколог. Но здесь имеет значение и врач-дерматовенеролог. Зачастую его консультации являются очень важными. И если выбирать, кому сначала обратиться, гинекологу или дерматологу, я бы отдала предпочтение дерматовенерологу. Ирина Васильевна, спасибо за те ответы, которые мы от вас получили. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Ирина Васильевна Забиран, главный внештатный кардиолог города Гомеля. Говорили мы о болезнях сердца. Ну а на прощание хочется добавить, что несмотря на свой небольшой вес, в среднем около 350 граммов, сердце человека является самой важной мышцей в организме и при этом очень уязвимым органом. Так что берегите свое сердце сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok